Одесса, Одесса, родная сторона, сгубила ты мальчишку, сгубила навсегда. Марат, тут тебе подарок передали, короче, похож на тебя один в один, брат, по-моему, он больше на тебя похож, чем на Марата, очки, лепка, полосатка, тебе что-нибудь другое подарю, пусть постоит, правильно, ну что, на самое видно, новая рында, да, Катя полировал сегодня, О, лучше бы он мне что-нибудь так полировал, как он этой рынде полировал. Ну, он тебе там камин какой-то, я слышал, хотел, чтобы ты мне, чтобы ты мне звенела на всю Одессу, что-то вот так же, как это ведро с гвоздями, елки-палки. Как по голове, знаешь, были, друзья, всем привет, с вами и скрип вам, привет мои хорошие, ладно, говорю, у тебя важнее, я потом поздороваюсь, тем более начал по-другому. Я со всеми всегда здоровался, уже все знают, что я всегда здороваюсь, блин, что, вот и лето прошло, словно и не бывало, просто мне отсюда в небесной дыре повиделось вот тот полулысый тополь, иди сюда, Катюша, иди сюда, не стесняйся, покажи. Высокий. А? Смотри, 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 ты сейчас поймешь. Ты бачишь? Ни разу на море не были, ну ничего. В следующем году два раза сходим, правильно? Давайте теперь по-новой, короче, пока не началось. Казан есть, целая куча всего, ребята. Нет, вот я не могу, пока я не поздороваюсь, короче, понял, как в том анекдоте есть там хороший анекдот про наркомана, я не помню. Спасибо, поздоровайся. Ну давай. Марат, я тебе сейчас... Все, радость есть, сейчас за нее поделюсь, тебе порекомендую, людям порекомендую, понеслась. Друзья, всем привет, с вами я Скриппан, привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Марат, Джан. Вчера такой был день, я даже видео назвал, знаешь, какое. Еле загрузил, ты шо, я этот, вот тот компьютер мой старый, шарпак, три дня, короче, я его кочегарил, кочегарил, не могла загрузиться. Это студенческий, шо ты его вообще обижаешь? Я на нем дипломную работу защищала, между прочим. И магистрскую на ней писала. Что? Катя, это так, да раньше такие, что выпускали ноутбуки в то время? Я не пойму, кто старший ноутбук или ты. Что? У тебя перец под очко залез. У меня перец уже и на пузе, и на ногтях, и везде. Ладно, я что, быстренько, долго говорить не буду, сегодня рецепт такой, что вы не понимаете. Ребята, вот кто приготовит, вы поймете, что это будет ваш любимый и самый простой рецепт. Это варенье из перца? Это конфитюр. Конфитюр. Это откуда это слово пришло? Наверное, сразу. Из твоей любимой французской кухни, правильно? Короче, ты посмотри на эту машину, я тебе говорю, мама дорогая, вот этот агрегат, на нем, короче, я не знаю, то ли сын Билл Гейтс орубился, понял? А он тут написано. Это очень сильно, что, Билл Гейтс, Гилл Бейтс, да, гейминг, понял? Ты же у нас в игре играешь, пилишь больше меня. Мне-то надо, короче, нашел, ребят, замечательных, удивительных, что они делают, короче, берут из-под известных геймеров сумасшедшие агрегатые машины, приводят в порядок. И продают их, Марат, 50%. 50% ты получаешь почти новый аппарат с гарантией, со всеми там век на лодке не кататься, что он доедет. Короче, я, знаешь, взял его, две недели по юзу, если что-то мне не понравится, я им отправлю обратно, бабки вернут, понял? Какие интересные ребята. Так, что ты угукаешь, я и тебе тоже подарок сделал. Что ты, я в шоке, елки-палки. Давид сказал, никому не давать, только тебе. Ладно, не, это Давид тебя передал, просто ты забыл забрать. А вот это вот агрегат мой. Я, конечно, на нем играть не буду. Я так, ребятами, сказал, мне надо, чтобы он включался и хорошо мне... Хороший процессор, нормальная память, быстрая. Вот все, что тебе надо для твоих вещей. Ребята, кому надо, под видеоописание со всеми делами. Они есть на LX, они есть в Инстаграме, короче, именно шикардос. Не, я посмотрю, там видно. Познакомишь меня, я очень хочу. А без... Ты что, ты посмотри, как он работает, ёшкинку. Есть у тебя что-то, какой-то этот... Только открыл, уже работает. Я этот три дня открывал-закрывал. И что? Ты там... Все останется под этим. Смотри. Оп, и работает. Оп, и работает. А это? Надо подождать. Что это? Это же Катин. Да. Мигнул. Ты испортил. И испортил мой... Тихо, тихо, тихо. Вот ты и диагностирует, Сережа. Это похоже не на компьютер, а на какую-то поликлинику. Ладно. В музей отправим. Короче, ребята, теперь о серьезном. Идите, пожалуйста, сюда. Мы были у Аленочки в гостях. Это тот человек, у которого единственная в Одессе растет с секвоя. Она, короче, там сказала себе, на барахолке найдет динозавра. Найдет себе динозавра и будет кормить его этой секвоей. И она нам такой рецепт рассказала. Вообще ничего сложного. Надо просто перец. Марат, покажи, сколько ты врубил. И сколько я врубил. Ну, только не надо ругать, меня почему так мало. Да потому что я радовался компьютеру, елки-палки. Я его столько ждал, друзья, чтобы вам видео загружать. Короче, берешь перец. Мы взяли 5 килограмм. Соотношение сразу расскажи людям на килограмм. Килограмм перца. 100 грамм острого перца. Вот такого 100 граммчиков. Если сильно острые, ребята, то это 80 положите. У вас значит полкило, да? Да. Да. Сахара 200 грамм. У нас перец очень сладкий, поэтому, ну, грамм 195 может быть. Просто руки липнут, ребят, я нарезал килограмма 3, руки липнут, я весь в перце, все отлично. Поэтому смотрите, как у вас перчик. Если очень сладкий, как у нас, чуть меньше сахара. Всегда, ребята, смотрите, как у вас перчик. Настоятельно рекомендую. Смотрите, ребята, как у вас перчик. Как она уловила, я даже не заметил. Вот то, что про перец, вообще даже не вздумай шутить, понял? Для нее это очень серьезно. Да, очень серьезно. Так, тут настолько серьезно, что я вообще в шоке. Да, вообще серьезно. Ладно, ты по рецепту все сказал. Смотри, вот очень внимательно, деликатно. Уксус будет еще. Хорошо, ты расскажи людям, что надо перец аккуратненько почистить. Лучше брать вот эту вот, что это, пупырышки, мембрану. Перепонки убирать. Перепонки убирать. Потому что сегодня будет очень аккуратно перчик томиться, тушиться. Расскажи, почему, смотрите, ребята. Уже горел сарай, горе и хата. Если вы до этого нарезали перец вот так, то вы делаете очень неправильно. Надо резать вот так вот. Во-первых, Марат говорит, не тупится нож, потому что легче въезжает. А когда у тебя хороший японский нож из даманской стали, в принципе, ему без разницы, куда и когда заезжать. Но тогда получается, когда ты делаешь вот так вот, понимаешь, вот это вот сок, который остается на доске. А он же нам надо в чистом виде ешкин тыкать, понимаешь? А вот так вот на ноже. Короче, что-то я наговорил, но Марат делает по-другому, правильно? На, родненький тебе. Хаякири базануя. Что-то на японском. А я по-нашему полипаванский сейчас опять стану. Как решу, как решу, как решу, как решу, как я режу, Сережа, как режут повара, я режу вот так. Как режут повара, известные или неизвестные? А повара режут вот так, бесшумно, понимаешь? Хотя нарезка получается та же самая. Ну вы же не повара. Не, ну представь себе, в ресторане стоит 6-7 поваров, и каждый вот так стучит. Это же можно сойти с ума. На станках, когда люди работают, тоже шумно, Марат. Послушай. Ой, Веня, Веня, вы мне не говорите, ведь я сама такая нервная, ей-богу. Вы лучше с венечком в парилочку сходите, и ваша нервность растанет понемногу. Смотри, про шумную работу. Вот он рассказывал, Марат, как он режет перец типа со мной. А вот я теперь покажу, как я режу перец без Марата. О, так это очень приятный звук, ребята, конечно. Тем более вы работаете с хорошими ножами. Звук долбежа? Да. И вот представь, когда вот такие 6-8 человек стоят поваров, и что-то такие аккуратненько долбят. Слушай, так это получается не кухня, а кузница еды, правильно? Стоят кузнецы. Ну что ты, елки-палки. Главное, чтобы слов хватило, да. Балдеж, да? Машина. Балдеж, не то слово. Ребята, именно вот так вот, потому что мы его будем сегодня не варить, не жарить, ничего. Мы будем его аккуратненько женить с сахаром, томить, да. И в это время плавно из него улетучивать влагу. Короче, сегодня будет такой себе обмен жидкостями, правильно? Мне вот такой, ребят, перец лучше брать толскостенный. А вот потоньше, который. Этот пойдет сегодня на гриль в салат. Слушай, пока мы долбим хороший перец, давай тот, чтобы потолще кинем. У нас будет полтора часа томиться перчик, и этот у нас будет время приготовить этот прекрасный салат. Хорошо, мы за это время будем готовить. А сейчас пусть он запекается, что оно мешает в случае грим. Нет, он не будет запекаться целиком. В том-то и дело, его надо резать. А, тоже? Ага. Ух ты, сегодня резаны рецепты. И того, что? Два рецепта, ребята, но это главнее. Я вам говорю, что вот это даже можно по баночкам себя аккуратненько. Можно. Это кушается в холодном виде. Я не знаю, наверное, нет ничего, к чему бы не подошел вот этот вот конфитюр. К рыбе, к чаю. К мясу, к чаю, не знаю. На холодец, марш, шоу. Кстати, с мороженым мы делали мороженое с перцем. Вот это подойдет вообще бомба. Надо повторить. Ты помнишь, как ты его изготавливал? Да, конечно, помню. Слушай, это было очень вкусно. Надо будет посмотреть на канале Одесский репован рецепт и вспомнить. Ну, получилось, я даже людей кормил, удивил, ты шо? Это было очень вкусно. Да, ребята, после этого мороженого сразу в ЗАГС поехали, как сейчас помню. А меня даже мороженое с перцем не проняло. Не проняло ее. А я не понял, думал, слышался, понял, думал. Катюша. Да, Сережа. Сегодня перец в шикарном ассортименте и в сумасшедшем количестве. Сегодня так тебя проймет, что... Что, что? Берегите его. Вот это берегите, что у тебя. Соня называется розочкой. А-а-а. Вот тебе, а. Эй, шо, где вы были? На пикнике, походу. Миланюшка, Брукой мы скоро начинаем ехать. А, горелочка, песня, да? Главное, Катя не дымит в глаза. Прелесть какая. По-нормальному она-то, конечно, должна лежать на очаге, сам казан, но нам сегодня не надо. Сегодня будет именно просто, аккуратненько, вялое, текущее себе такое томление. Еще раз говорю, из перца мы влагу выветриваем, и туда же обратно возвращаем сахарок и остринку. Ох, и шо ты будешь делать? Я уже начинаю высыпать все это. Слушай, а ну-ка, постой, постой, здесь все красное, Катенька, иди сюда. Еще раз, Марат, рецепт. Скажи процентовочку на килограмм, чтобы люди не путались. На килограмм, значит, на килограмм болгарского перца 200 грамм острого. Да. Вы там ошибочку сделали. Да. На килограмм, на всю эту массу, на килограмм всего этого, 400 грамм сахара. Много сахара, ребят. 400 грамм сахара на килограмм продукта. Килограмм болгарского, 200 острого, 400 грамм сахара. Да кто еще это не повторял? А вы-то говорите, что ухо... Екатерина Николаевна, можно я отвечу? Можно, Сережа. Что, пошло-поехало? Давай, это ой-ой-ой, ну и перцы. Аккуратненько. Ребята, резали все ручками. Можно было на машинке, на комбайне, но мы с Сережкой все ручками, ручками, ручками. Не, а есть и люди на мясорубке вот так вот делают аккуратненько. Но, с другой стороны, это даже не мясорубка, наверное, а на комбайне. Понимаешь? Через насадки. Ты держи, а я буду щухивать. Я же хоть что-то сегодня должен делать. Эй, держи, хорошо уверен этот тазик. А я вот так вот сейчас все это дело с грибом. О, все. Ты шо? А теперь, а теперь мой перец, а? Куда ж без него? Марат, слышишь? Вы грибание, я просто смотрю на это количество. Нормально, оно же сейчас варится, знаешь как. Ага. Не, ну, баночку мы наберем Аленочке. То, что мы у нее там аккуратненько с любовью съели, вернем обратно. Аленочка вам скажет, ну, не знаю, было вкуснее. Серьезно? Ну, ты не слышала, как Аленочка. Вот мы приготовили, но остынет. И вот когда остынет наш перец, Аленочка, так что мы выезжаем к вам мериться рецептами, да. Я думаю, что, я думаю, что если мы все в кучу намешаем, вот то получится шедевр, правильно? И вот это вот, ха-ха-ха, ну, аккуратненько, но хорошо ядреный такой себе острый чили перец. Выгрибай. Ребят, у нас немножко меньше, чем по рецепту, но мы будем добавлять еще всякие разные вкусности острые. Да, постой-то, я думаю, что хватит. Алена говорила, что если перец еле-еле, то надо там своя пропорция. Если хорошо, то делайте половину меньше. А у вас хорошо? Ну, такой себе, приятный. Приятно, да. И что, вот это без масла, без ничего? Ни капли воды, 2 килограмма сахара. Марат, Джан, пересыпай. Я сейчас возьму мешалку, чтобы это все было у нас. А ну-ка, ну-ка, аккуратно, Миланька. Давай тут папа в своих джунглях кулинарных. Опа, Джан. Сейчас, постой, постой, постой. Я вот это сейчас все равномерненько так вот сделаю. А прям сразу не надо дать ему немножко там. Все, а вот теперь, Марат, высыпай сверху. Лучше сахар сверху, пока у тебя сейчас перец пустит какую-никакую влагу. Чтоб сахарок на дне не горел. Это лучше делать вот так вот. Потом в конце там будет лайфхак с уксусом. И сколько, Марат, Джан, полтора часа? Полтора часа, ребята, на самом маленьком огне, который у вас есть. Сразу можно под крышкой или вообще без крышка? Давай мы дождемся, пока он пустит сок, посмотрим. Ну, нам же, в принципе-то, и надо, чтобы влага отсюда вышла. Ребята, только... Ага. Ну, все тогда, ждем-с. Ты шо, я тебе говорил, давай 10, 10 килограмм перца. Я руки мыть везет. Хорошо, иди помой. А вы баночки приготовили? А мы как это сидим? Баночки приготовили? Катюша, ну, из этого, во-первых, не получится 5 килограмм. Оно сейчас уварится себе, утушится, упарится, уляжется. Ну, мы посмотрим, сколько получится, сколько будет выход. Завезем маме, возьмем себе, там что-то, Марат Свету угостит, все. Баночку Алене, и тут не будет столько много, как ты себе думаешь, да? А другим разом возьмем 35 килограмм, а может 40. И приготовим. И в том казане сделаем, да? И, о, понятно? И законсервируем себе на зиму. Да, это очень вкусно. Чтоб зимой гости приходили к карасю. И дома в подвал поставим, да? Что, Миланя, тебе дадим? Чего ты переживаешь? Я говорю, люди будут приходить зимой карася кушать этим, А она в подвал прячет, помнишь? Да. Ты молодец, я тоже недоволен этим, что она там. Катюня, ты знаешь, что не хватает к этой шикарной картинке? Ба-бах-трах-бах. Короче, Аленочка перезвонила, как чувствовала. Говорит, ребята, вы что, готовите то, что я вас угощала? Она тоже готова сейчас. Серьезно? Блин, какой, слушай, передается, да? Одесское сердце, да? Чувствует на расстоянии. И подсказала, ребята, я чувствую, что вы забыли про соль. Правильно? Чайная ложка на полкилограмма перца. Правильно? Да, на килограмм две чайных ложки. Все, иди сюда. В нашем случае сколько ты посчитал? Ты можешь помолчать, когда перец заваривает. Слышишь? Слышу, то я слышу. Мне кажется, вообще... Считай, раз, два, два, три, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще две. Десять. А вот теперь... Мурка, иди сюда, перец, покажу тебе. Болгарский. Нет, говорит, карасядова. Я хочу показать сок. Ты бачишь? А? Много. А вот теперь сейчас я это аккуратненько, вот так вот нежно. Как там? Снизу вверх, снизу вверх. Как у Михаила Михайловича. Царство ему небесное, а? Вот так вот все это файно сделаем. Слышишь, Марат ушел в Милане качать? Мы ему за соль не скажем, а он когда попробует, скажет, ай, вах, 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 что-то вкусно. А я ему скажу, брат, я поспособствую. Все, засекаем время от момента этого шипения. Полтора часа. Тут самое главное, поиграться с этой влагой, чтобы оно не было сильно жидкое. Все. Оно такое, оно не жидкое. Оно не жидкое, как раз оно и есть варенье, в полном смысле этого слова. Что за не варенье? Обалдеть. Борщ, Уляночка, не борщ, варенье. Так перца. Обалдеть, ты поняла? Не абрикосы, не гутуля, там не марабеля, в конце концов, именно перец. А ты помидор ела варенье? Нет. Из зеленых? Ты что, это вкусно, это вообще гайки. Все, переходим на варенье, будем варенье снимать. Все, бросаю карасей, в варенисты пойду. Шаланды полные кефали, по десу кости приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванками пересы. Да, поцелуемся. Обожают кости моряка, но и молдаванками пересы, обожают кости моряка. Плохо стало? Да нет, чуть-чуть не возбудился, елки-палки, такая песня сексуальная. Получилось перчик, кабачок синенький. Вот такими порциями? Так что, вот смотри, сейчас я тебе покажу. Это вот так вот, что будет, и вот так. Короче, мы начинаем готовить салат на гриле. Вот так выкладывать, это Светка меня попросила, говорит, так хочу печеных овощей. Я вспомнил, что можно за полчаса вот так вот дома сделать это все. Тут совсем другого рода характера перец, просто нереально толстый, очень сильно красивый. Ему тоже такой салон корезать? Да, он может резать кабачок так. Марат, короче, все должно быть плюс-минус одинаковой длины, правильно? Да, толщины и длины, плюс-минус. Да, толщины и длины, плюс-минус. Я вот вчера Светка попросила, я за полчаса в духовочке все это сделал. Подлечил ее? Да. Так, а мне тоже нужен противень или мне сюда сюда выкладывать? Можешь сюда выкладывать, потом второй достанем. Три клиента? Да. Раз, два, три. Светку, удиви. Там пишут, почему вы все Светкой ее называете. Светочка, любимая девочка. Извините, раз, два, три. Светочки изготови. С мастери. С мастери, о, все. Хороший у вас тут палочки получились. Когда Светочки стараемся. Закипает ваш перец. Тут у нас сейчас салатик важнее. Нет, там закипает, пусть он себе и закипает, он должен закипать. И вот это вот огромное количество воды должно аккуратненько испариться. Только очень аккуратненько, не торопясь. Смотри, ты, елки ты, палки, сколько. Ты поняла? Мешать вообще теперь не буду. Вот оно уписалось. Жижи просто, видимо-невидимо. Марат, ты видишь, сколько нектара этого? Отлично, отлично, отлично. Сейчас она еще побулькает, мы попробуем его на... Выпариться, попробуем на... Хорошо, это мы попробуем, слушай, а... Я предлагаю отобрать немножечко через синечко дружляк пол-литра и... Катюша попросила, ей надо утром умываться. Маску? Просто умываться. Что-то как раз, наиболее губы аж... Ага, не хотели вот это вот гадость мне говорить. А только хорошее, только хорошее. Так, что еще я до перес добавляю? Ну, не весь. Сколько по месяцу? Ну, весь по месяцу, потому что не знаете, что он досунет. Да, я так не хочу. Что, чисто ей запечем? Сейчас кто-то приедет. Слышите? Ну, гостик вам кто-то едет. Да. Как к нам? Мы гостям всегда рады, Катюша. Точно, вот удивило. Каждый день ребята, друзьяки, приезжают, человек по столу, может и вести, а тут она говорит, что кто-то приедет. Кстати, перец, видишь, большой, но не очень-то фонтан оказался. Ага. Вот так оно всегда, да? Чего? С перцем. Просто значит без нитратов. Чем больше, тем хуже. Без нитратов. А вот маленький, видела какой? Это как ты, Сережка. Королек. Вроде. А в ком-то много. Я другое хотел сказать. Что что-то с таким дневным-то отношением ко мне вечером включать? Дневным, дневным. Вот так как ты себя ведешь по отношению ко мне днем. А вечером она включает такую, понял, что я не знаю, блин. Хоть к жопе прикладывай. И в конце фраза. Помни мне ножки, пожалуйста. Так а ты все равно не мнешь. А я мужик такой говорю. Я сам себе потру. Что ты показывал? Именно это я ей показывал. Держи мой маленький. Поперчи. Сюда надо? Сюда. Туда. Так, это процесс заправки. Слегонца. Ребята, не забудьте поперчить. Мараджан, дальше. То же самое посолить. Все. Сбрызни эта масочка. Растительным обыкновенным? Обыкновенным. Хочешь оливковым? Лучше оливковым. Я хотел из оливкового делать заправку, когда уже будет готово. А сейчас лучше сбрызнуть обычным. Ты просто не знаешь, что меня ждет дома, если я сейчас откажу. Я понимаю. Будет жестоко наказано. Она же сказала, что оливковым. Не будешь сынать ножки ей. Связывать и развязывать. Было бы так. Чуть-чуть, Сереженька. Немножко. Да, не сильно. Легонечко. Чтоб было не жирное. Диетическое. Ай, маслом по перцу как приятно. Ой-ой-ой. Тут везде приятно. Я же сразу сюда мне налить его. А извини, все закончилось? Вот, все и выливай. Прямо аж много? Да. А свете твоей не будет плохо? Не будет, не будет. Все, я могу еще сбегать? Нет. Тут недалеко, через Турцию, Грузию, правильно я говорю? Или как это? Я думаю, должно хватить. Ой, в Грузию, в Грецию. Все, поджигай, по-любимый. Сабер. Сабер. Ребята, кто работает в духовке, 190 градусов, ровно полчаса. Вверх-вниз. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего стесняться. Как тебе? Не только... Катюни, извините. Просто в этой кепке. Я просто красивая, Маран. Моя седа, голова моя седа, и не только грусть. Мои года, мои года. Мои богатства. Что делать надо? Подождем пока чуть-чуть подогреется и ставим туда. А зачем ждать этот счет я только закрою, так и там уже будет 150. Все, ты шаляй. Это же машина. Объясни, запекаться нужно агрессивно или нет? Нет. Все. Тогда вот мы берем этаж, потому что если мы сейчас кидем на решетку, будет агрессивно. Будет очень быстро и с хорошей корочкой, как замечательный стейк. А мы сделаем вот так вот файну, правильно? Все. Дальше делаем что? Заправочку. Хорошо. Это что, лишний? Лишний. Да надо было докрошить его туда. Ну, я тоже, я всегда договорю. Тогда пропорции в салате будут неправильные. Ах, елки-палки. Знаешь, какой он щепетильный. Ты это видишь? Паутину? Да. Что у тебя в ресторане паутина, елки-палки? Ты что? Ой, не, а это красиво уже. Ты что? Не, мой сабер на фоне любой паутины просто именно шедевр. Просто шедевр металлический конь. А, уже как нагревается. Так вон там пар идет, ты видишь? Я вообще-то показывала пар на фоне паутины. Чуть-чуть. Ой, Марат. Так, моя красавица. Он его любит больше, чем меня. Катенька, он молчит в отличие от тебя, елки-палки. Так и ты, если бы молчал, может, и я бы замолчала, Сережка. Время засекли. Кому что? Вообще не понимаю, о чем он говорит. Сережа, давай не... Города, конечно, есть везде. Каждый город чем-нибудь известен, но такого не найти нигде. Да, как моя красавица Одесса, но такого не найти нигде и никогда. Как моя красавица Одесса. Ох, ё-моё, как красиво. Ты шо? Скажи, а на перце не гадают, нет? Ты хочешь погадать? Вот видишь, он буквы выкатывается, читай. Да любит она тебя, любит, Сережка. Да аромат как... кто? Ну она, на кого гадать будешь. Что ты решил, что я на неё должен гадать? Ну она что ещё гадает? Только на любовь. Да буду, когда я на рыбалку поеду, вообще-то нет. Вот там настоящая любовь. А то можно не гадать, Серёжка. Там настоящая любовь. Слышь, Марат, поедем на сабель, ёлки-палки. А чё ты, колёсики есть, ёшкин ты кот. Я здесь вот так вот, понял, ты там. Лошадь есть у меня запрягать будем? Нет, с горы поедем. Я знаю, я знаю. Я знаю, где этот, где из гора, прямо вилка его ведёт. Да. Да, сел себе и поехал. О, чиркает. Ты что ты будешь делать со своим лимоном? Скажем, а это в Израиле вот так вот режут лимон, что выдавливать. Какая разница? Огромная. Самостроение секций, лодочки, байдарочки, чего чиркнуло, потому что это получились как в закрытом помещении, понял сок. Поэтому чиркнуло, если бы вот так вот разрезал, то получается, весь сок бы выходил бы без напряжения. Я научу тебя, ладно. Хорошо. Записывайся в очередь. Интеллектуальный разговор. Да. Вот это да. Солевый сок. Здрасьте, здрасьте. О, ты что? Очки маленькие, как у меня. Здрасьте. Ты видела? Марат, ты очки в тренде елки-палки. Боже мой, что это за красавица? Я привиделась. Ё-моё. Вах, вах, вах. Не, лучше одену. Боже мой. И повезло своему молодому человеку. Не, Катюня. Очки дело хорошее. Шедевр. Марат, у нас начинает как настройки, понял? Трава поливается, ветер колыхается, дым идет. Это шедевр, да? Сейчас, пусть она с перцем наиграется там. Налюбуется и позовем ее сюда. Тебе ничего этот аромат не навевает, что уже вот-вот почти, как это, то, как, выпуская Кракена, а это вызывай Светочку. Нет, такого ничего. Ёшкин ты кот. А красиво. Очень красиво. Марат, когда мы узнаем, когда это будет готово? Это должно ухустить аль денте или должно вяло растасываться между зубов? Ну, должно быть печеное, ты можешь сделать как ты любишь. Можно сделать и аль денте, но лучше, чтобы подпеченое такое, подпеченое, хорошо было. Горячо, кошмар. Перчатки ему барбекю везет, а я все время руками лезу, как больно, как больно. Хочешь компресс делать? Давай, полечу тебя. Давай, поворачивайся, ёлки-палки, ты, ты, я к тебе прижмусь. Давай, без поворотов. Моя-то хорошо, убери камеру двое, обняться, 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 поцеловаться, успокоиться. Надоело ты мне сегодня вечера. Любовь моя ненаглядная. Очки один. Да, ладно, шо, Маратик? О, кстати. Чесночок сюда. Бахни, чтобы он уже там расходился. А когда морозок шлепнул, а? Смотри, ты еще вообще ничего делать не надо. Супер, да. Согласен. Ёшкин кот. Вот я это очень люблю. С топориками играться. Ребята, самый лучший нож на кухне, незаменимый, просто пипец. Конечно, вряд ли им картошку будет удобно чистить, но все остальное исполняет, не знаю, аналогов нет. Мараток не считает, конечно, Мараток к ножу привык, но каждому свое, правильно? Да, я работаю топориками, но не совсем. А это потому, что Серега с привоза от всей души и с хорошим настроением. Так подарил, так подарил топор, что я сразу в него влюбился. Зелень тоже тудой? Да, не всю, половинку. Тудой, тудой. Петрушечка, ребята, с укропчиком. Кинзочка бы вот сюда обмирать. Нету кинзочки. Соль, перец, сахарок, что-нибудь там, лучок, на который ты локтем стал. Лучок пойдет прям с сыринкой, пойдет прям в салат. Красненький, чуть-чуть, буквально четверть луколицы, ребята. Тоненько-тоненько порезал. Ребята, друзья, запоминайте, лучше записывайте. И шо? Соевый соус. А, я за ним два раза бегал. Ничего, для хороших людей можно и три раза бегать. Шо тут у меня тут где? Такой-то шкаф. А шо, Андрюха Молочага, такой шкаф подогнал, ты шо, ребята? Нет, на самом деле. Я проверял, что не к мебель. С педрами ты ходил тут все время. Вместо шкафа. Помню, были времена. Сережка. У тебя глаз-алмаз где-то две с половиной ложки. Соевый соус. А я же сказала, что к нам гости придут. Ё-моё, тихо, подожди, стой. Подожди, э, не телемпай его так сильно. Ё-моё, младенько. Тут, вот, фу. Женечка, поздравляю, родненький, что ты, скажи мне, а где ваша коляска? А куда тебе засовывать денюжки, ёлки-плки? Как слептизерши вот сюда. Катя, должи денег. Когда ребенка, видишь, надо. Бог ты мой, аккуратно здесь перец у нас. Ты шо, ну отойдите, я переживаю. Так, я выключаю. Смотри, он улыбается. Охренеть, Жека, смотри. Оператор, Надя, ты шо, ёлки-палки. Вырубила, я же забыл. Вы на этом кадре закончили, да? Ладно, если, в любом случае, будет вкусно. Соевые мы добавили, но еще немножечко подыграли. Марат сказал, что? Не хватило оливкового масла. У нас была как раз бутылочка. Шикарная. Тоже хватит, да? Марат, Джан, кунжут я принес. Красиво помещает. Эй, ты шо, ребята, только до весь мир. Мы с тобой плов готовили, а? Как мы с тобой тогда фирманский приготовили плов? Именно, аккуратно не сядь на баллон. Именно увековечили Мирончика, правильно? Да, да. Весь мир поздравлял Надюшу, Наденька. И вот уже случились, короче, уже такие молодцы. Обалдеть. Шо еще? У нас для салата все готово. Все, вытаскивай овощи. Будем заправлять. Маратик, все достаем? Все, 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 полностью. Ешкин ты кот, ешкин ты кот. Вот это ты шо. Самый быстрый, самый полезный, самый замечательный, великолепный завод в мире. Можно, можно, у тебя, как это, руки не упорные? Сделай. А, горячо? Сделай, Сережа, одолжение. Помоги быстренько вытусти. Каюша, конечно, горячо. Это же гриль. Маратик говорит, у меня еще дома так отошло, так отошло, так вот это же было в духовке. И ты, наверное, подождал две минуты. Да, я дал остыть в духовке. Она может ждать некогда, нам надо уже беременную кормить, поэтому ты шо, ты шо, шо? Она не беременная, только родившая. Ну и шо, так, ну недавно беременную. Этот салат шикарный, и теплый, и холодный. Великолепен. Это что-то необыкновенное, слушай, вот такие вот печеные овощи. Марат, и теперь вот эту вот заправочку, да? Да, да, да. Выливаем всю сюда. Такой себе, это маринад получается. Да. Лучок красненький. Кто не любит, не кладите. Лучше бы чеснок не положили. А там этого чеснока, ты его даже не почувствовал. Ты шо? Чисто для пикантности. Как она сказала, не пропердолило меня или что это? Как это слово? Не положили. Нет. Ты что-то про меня говорила, что тебя... Ложку принесут. Маратик, ложечка вот здесь вот. Слово ты интересное сказала на букву П. Не пронило ее, не прогребло, не про... Пронило, да. Пронило, да. Нет. Да. Нет, другое было слово. Но пропердолило это у тебя в голове. Ну ближе к пропердолило было, чем к пронилово. То, о чем думает, то у того и на языке. Ой, хватит уже с вашей вот эти вот фокусы вот это вот выговаривать. Миша, соватика. Где твой пинцетик? Вот возьми, сейчас пинцетиком такую красивую горочку положи. Прям пинцетиком? Да. Марат. Дай телеграмность его увидеть. Кто это будет? Есть оператор? Или Света? Мы. Ты же беременную собрался кормить. А, забыл. А, я знаю, чего он спросил. Марат, если бы мы сказали, что оператор, он бы сейчас как плеснул бы с этой миски туда прямо. Что ты говоришь? Ты на него наговариваешь. Посмотри, что он вытворяет. Я же ищу все вместе. Шахер-махер из сезама? Да. О, Надю, сейчас дадим пробовать. Подожди, она кормящая? Здесь есть что-то, то, что может вызвать... Надя, как и я, кормящая, кушает все подряд. Понятно? Ничего у нее нигде не вызовет. Тут кроме чеснока, тут одни витамины. Все нормально. Сырый соус. И в чесноке тоже витамины. Хорошо. А кунжут? Может газики быть у Мирончика? Такого количества кунжута? Ничего. Так может сразу уже и это предложить? Нет, это не надо. Чего? Это еще не готово. Потом предложим. Хорошо у тебя получается. Вот сразу же у меня, вот сразу же вот здесь вот теплом таким заиграло. Понимаешь, Сережка? Да. Вот нравится мне, когда ты это делаешь. На Дерибасовской стоят живые и мертвые люди, понял, вот эти вот, ну, твердые, живые и твердые люди. Но я не об этом. А если я поставил салатиком вот так вот? Деньги начнут пихать в карманы. Надюшенька, ты готова испробовать? Ты первая. А тебе такое можно? Елисей, а принеси, пожалуйста, на девилку. Я же сказала. Боже мой. Как в этом, в самых дорогих ресторанах Лондона. Подожди, мы тебе еще, мы тебе еще, мы тебе еще счет не выносили. Отойди чуть-чуть, не Надю, не видно. Там еще не наливали. В Лондоне будет дешевле. Ну давай, давай. А, ты левша, извини, ты правой кормишь. Надюша, вкусно? О, вот видите? А вы чеснок, чеснок. На видео посмотришь, сама научишься. Через три часа будет то, что ты хочешь. Максимум 40 минут. Короче, ждем, когда уйдет влага. Потому что по вкусу это уже очень похоже, так как у Алены консистенция просто запредельная. Сахар, соотношение с перцем просто выдержали один в один. Ну, жем пока водичка отвалит, да и все. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я не сбиваю. Шесть. Пятнадцать штук. Ребята, это тот момент, который мы вам не говорили, но он здесь должен быть. Это уже в конце. Марат уже добавил сюда уксус. Миланя развернула пергамент. Слава богу, все хорошо. Килограмм на килограмм продукта, ребята. Это мы за уксус. За уксус, да. А гвоздички, 15 штук. Но вот эти вот все наши, те килограммы. Милань, когда не расстраивайся, все будет нормально. Сейчас тебе покажу. Ты шо, ты шо, ты шо, ты шо. Алена посмотрела в инстаграме, что мы готовим на лопатке. Алена посмотрела в инстаграме, что мы готовим сегодня по ее рецепту. Вот такой себе шедевр. И звонит нам каждые две, три, пять, семь, восемь минут. Говорят, ребята, под чутким руководством. Аленочка, целую ваши ручки. И это шикарно и замечательно интуитивное сердце. И самое главное, что говорит Алена. Шкурка не должна отлететь от перца. Шо у нас и произошло. Шкурка вместе с перцем. Марат. На месте. Да. Это, ну все. А вы баночки красивые подготовили? Стеклянные, с крышечками, такие пузатенькие. Да, став ты баночки, спокой. Ты посмотри, я раньше думал, что этот казан способен только на какие-то, что-то связанное с мясом шедевры. Ребята, он варит варенье так, что я даже не знаю. Можно будет поспорить с медным тазиком, понял? Моё любимое, сливовое сварим. И вишневое сварим, и сливовое сварим. И я ещё хочу из зелёных помидор. Вот ты мне рассказывал. А моя любимая из инжира? Из инжира не надо, а вот из зелёных помидор пишите ваши рецепты. Ребята, исполним от всей души с хорошим настроением. Ты шо, ты шо, ты шо, ты шо, ты шо, ты шо. Эх, ты, шо делать? Куда-то это надо убрать. Вот так вот. Марат, я сейчас выгребу всё это сюда. Пусть оно здесь остывает. А там уже дальше по баночкам пойдёт. Хорошо. Слушай, чудо-юдо, это, конечно, шикардос, да? Смотри, дала глазу. Все два контура заработали. Все, как она заводится молниеносно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу показать, как оно бухтит, когда уже не имеет перец воды. Нет ни пены, ничего, просто вот такая замечательная... Шикарная булька. Нет, ну, смотри, какая она, видишь? Вот такая я бы назвал её уже сладенькая. Как варенье. Ну да. Еле-еле. А то, когда была вода, она кипела таким беленьким себе. Все, мараджан, я отрубаюсь. Так ты же хотел доставать. Полностью. Так, а что мне мешает сейчас сделать? Достать. Слушай, Хочу тебе сказать, что получилось с 5 килограмм очень даже таки немало. Катя, оно и не могло отстать. Красиво. А, но когда застынет, оно станет вот действительно конфетюром. Все. Сейчас она на горячую, еще в принципе, никакой такой себе визуальной красоты не имеет. Но на вкус мы уже давали попробовать людям. Люди аккуратненько таки в шоке. Катенька, иди сюда, покажи. Катенька, иди сюда, покажи. Смотри, он еще горячий, но уже потихонечку его сковывает. Слушай. Сейчас он возьмется, возьмется. Я думаю, что вот он завтра в холодильничке его можно будет аккуратненько нарезать. Понял? Ребята. О, я понял. Панакотту подаешь, сверху ложечку. Это будет очень вкусно. И мороженое будет очень вкусно. Мороженое, это все что угодно. Мясо, рыба. Так. Это словами не передать. Это чистый мед, елки-палки. Что там острота, гвоздика, уксус в конце концов. Тишина и покой. Похоже на Алену. Аленочка. Огромное спасибо за рецепт. Как говорится, все гениальное просто. Но это какой-то шедевр. Серега, я думаю, мы с тобой без видео должны накрутить 80-литровый казан, такое во счастье. А я думал накрутить 80 гитров до ума, брат. И перемазать этим шикарным перцем. Это подходит ко всему. Это просто фантастика какая-то. Я был удивлен. Когда мы это попробовали, вроде бы сколько живешь, но рядышком и перец есть, и острый есть, и сахар недалеко. Кстати, блин, а вот получилось бесподобно. Аленочка, еще раз от всей души с души настроением, и от всех наших телезрителей вам огромное спасибо. Благодарочка. Ребята, а те, кто повторят, вот даже фотографии в инстаграмске давать не надо. Вот верю, что просто бесподобно вкусно. Что она там уже доедает? Что-то доедает. Э, Катюня. А-а. Да стоите мать внимательно за вашей дочерью. Я не знаю, за кем снимать. Смотри, это маме или за дочерью. Все, всем пока-пока. Чао. Спасибо.